Механизм регулировки Что здесь происходит? Судя по графикам, которые я вчера распечатал Вот здесь вот ход легкий Это ход не полный, вот он, одним пальцем Но дальше мне приходится прилагать усилия Естественно, электромотор И вот здесь уже легко Заедание И вот здесь легко Соответственно, механизм ходит только на 50% Это можно видеть по тому графику, который есть у нас с этого автомобиля Вот кто виной такого трудного хода Значит Механизма Мы будем сейчас выяснять Снимем защиту Покажи состояние крыльчаток холодной части Можно снять Турбинка целая Да, все здесь цело Ни люфтов, ни повреждений нет Ну, собственно, как и предполагалось Почему? Потому что Еще раз повторюсь Здесь не недостаточный наддув А наоборот Переддув турбокомпрессора Если бы были механические повреждения Он бы никогда не смог Нагнать такое давление Которое, собственно, мы имеем То есть вот этот механизм Еще раз покажу Вот здесь он ходит легко А там подклинивает Ну вот он даже Смотрите Под своим весом Видите, ходит легко Вот Он так и должен ходить Это его нормальная работа Но дальше Мне приходится прилагать усилия Чтобы туда Естественно Электромотор этого сделать не может Он маломощный Почему это, еще раз говорю Сейчас мы будем смотреть Здравствуйте В данном случае Нам нужно выяснить Кто теперь является причиной того Что здесь вот ход легкий Вот он А дальше приходится прилагать усилия Причина может быть Как вот этот шток Он, в принципе, меняется отдельно По бюллетеню Из-за того, что коррозия На осях Вот здесь И вот здесь Виталь, то есть ты хочешь сказать Есть технический бюллетень Компания Андроя Здесь бюллетень Да По данной коду неисправности Меняется вот эта тяга С осями, соответственно Виноваты ли они или нет Мы сейчас будем выяснять Мы снимем эту тягу Посмотрим, будет ли ходить Легко вот эта часть Давай мне Вот, чтобы я понял Смотрите Есть вариант Что где-то вот Именно вот здесь Подзакисло Да И причина трения Либо вот в этом Либо есть вариант И мы это проверить можем Сейчас его снимем Да, мы проверим И если вот этот рычажок Будет ходить свободно Значит проблема Вот здесь В этом Именно в тяге А если все равно Уходит плохо Рычажок Значит это во внутренней Лопатке Это проблема внутренности Ну как и предполагалось Вот во всех плоскостях Тяга ходит легко Вот ее Легкий ход Свободный Вот он Но дальше мне приходится Прилагать усилия И она обратно не возвращается Вот Это усилие Это не нормальная работа Это означает Что подклинивание Идет именно Где-то внутри Внутри механизма Изменение фаз Ой не фаз А этого самого Геометрии трубы Что может быть там Либо это происходит Из-за того Что механизм закоксован А вот рядом с тобой Механист Ты можешь показать На примере Это немножко другой Турбокомпрессор Но смысл Примерно тот же Вот такая же тяга Вот так Он должен ходить И С собой Он Приводит Вот эти штуки Здесь нету Просто нескольких Запчастей Они синхронно Все ходятся И вон покажите Маленькие лопатки Которые он управляет Вот они выходят Соответственно Конечно же Они выставлены Все одинаково Синхронно И просто меняют Угол атаки Вот они закисают Да Либо они Либо Вот эта часть Вот здесь Всякое может быть Поэтому Сказать однозначно Пока нельзя Значит В данном случае Мы проверили Что Причиной Такого подзаедания Является Не тяга И соответственно Менять ее По тому техническому бюллетене Которому я говорил Ранее Нет смысла То есть Виновата не она Виноваты внутренности Которые находятся Внутри турбины Где-то там Происходит подклинивание Соответственно Мы в данном случае Рекомендуем Замену турбокомпрессора Почему Можно конечно Попробовать Разобрать эту часть Возможно Почистить ее От нагара Промыть И так далее Да Возможно Даже тяга Начнет Как-то ходить Более-менее Там свободно Но Это не гарантирует Правильную работу Турбокомпрессора Может произойти Такая ситуация Что Поставите турбокомпрессор Вроде он работает Но именно В какой-то В каком-то режиме Работы автомобиля И турбокомпрессора Выскочит Опять Это же ошибка Поэтому Чтобы не производить Таких дорогостоящих Ремонтов По снятию И По демонтажу Монтажу Эти турбины Мы всегда Рекомендуем Поставить новую Для того Чтобы эта проблема Больше не повторилась Дарный турбокомпрессор Я считаю Что подлежит Замене Что показала Ремонтная практика Когда отдавали Сторонние организации Да Значит Так как мы Не занимаемся Ремонтом турбин Внутренности Ими занимаются Специализированные Организации По ремонту турбин Очень много У нас было Возвратов То есть Клиенты Забирали Турбокомпрессор Значит Отвозили его В эту ремонтную Организацию Мы устанавливали Его И она не работает По разным причинам Либо не проверена Электрическая часть Либо не обратили Внимание На Шток Привода Турбин Либо Есть проблема Внутри С лопатками И на это тоже Люди Не обращают Внимания А тут Поменяют Картридж Так называемый То есть Это крыльчатку Оси И возможно Подшипник Такой ремонт Сторонней организации Возможно Может помочь Но опять же Не на 100% Когда Есть разрушение Турбинного колеса Ну вот как здесь На этом Примере Здесь Отломана ось И соответственно Разрушилась Крыльчатка Эта вещь Является Заменяемой Запчастью Но опять же В специализированном Центре Вот И в принципе Может быть Турбокомпрессор Еще поживет Но Как показывает Практика Проверить Вот эту Электрическую Часть На 100% Они не могут Мы очень много Раз сталкивались С тем Что Турбины Возвращаются После ремонта Вроде Картридж Заменен Крыльчатки Все новые Все прекрасно Но Электрическая часть Либо работает Неправильно То есть Не отрегулирована Либо Я не знаю Там Какие проблемы С ними могут быть Либо Просто не работает Вообще Эта вот Турбинка От двигателя 3.6 Значит На нем Был установлен Вот этот моторчик Того же производителя Борг Варнер Здесь написано Есть Дальше Визуально Он очень похож На моторчик Который устанавливается На 2.7 Ну Практически Я отличий Не вижу За исключением Вот этого кронштейна Который В принципе Моторчику Не принадлежит Они в принципе Скорее всего Одинаковы Вообще Сейчас Виталий Наш чистый директор Все это рассказал Я хочу Подрезюмировать Простыми словами Проблема заключается В том Следующем Что Ремонтные организации Не несут 100% гарантии Что они отремонтируют Они поменяют Крыльчатки И турбина Вроде дует Они могут Поменять Систему Элемент Почистить Или даже Тоже меняют Который Изменяет Геометрию Лопадок Они могут Проверить Что вроде Электродвигатель Вроде Отрабатывает Но чтобы Поставить На какой-то Стенд И чтобы Кто-то Отрабатывал Программу Для этой машины И этот Стенд Сказал Что все Отрабатывает Нормально И по надуву И по электрической части Они не могут И мы берем Ремонтную турбину Они что-то делали Ставим Она в итоге Не дует Дает электрическую ошибку Мы возвращаем клиенту Он приезжает Обратно в организацию Ему говорят Они что-то там Не так сделали В итоге мы Как заложники ситуации И мы И клиент Это первое Поэтому мы клиенту Сразу наперед Говорим Что практика Практически 50-50 Ремонта этих турбин Когда у нас Есть неисправность Именно крыльчатке Они могут ее поменять И могут надеяться На успех Но вот с этими Вопросами Правильной отработки Электрического актуатора Изменения геометрии лопаток Вот этой Геометрии Она к сожалению Не отработана до конца В принципе На этой производитель Оригинальной турбины Турбины вообще рассчитывают Что люди не будут Заниматься ремонтом Им это невыгодно Им выгодно Чтобы покупали у них турбины По 100 тысяч рублей За каждую Потому что это машина на трое Вот такая карбиологика У них приветствуется Дело в том Что конечно Можно использовать Попытку ремонта турбины Проблем в этом нет В принципе В некоторых случаях Она может заработать Корректно Но есть одна проблема К сожалению Монтаж-демонтаж турбины Во-первых Занимает по времени Примерно день На автомобиле Во-вторых Это достаточно Дорогостоящая операция Будет очень обидно Поставить Отремонтированную Неисправную турбину Не получить результата Отремонтированного автомобиля И снимать ее вновь Во-первых Это большая трата времени Во-вторых Это трата Денежных средств В этом плане Поэтому Не знаю Стоит ли Вообще Пытаться это сделать Ремонтировать турбину К сожалению Цена вопроса Замены Большая И вот сейчас С этой турбине Нам пришлось пилить шпильки Сейчас заново Восстановим резьбу Одноразовый комплект В этом плане То есть он уже Тоже Одноразовые прокладки Они используются один раз Это повторно Нужно будет покупать Это все Дополнительный расход Вот шпильки мы отпилили Покажите И в принципе Если пересчитать На рубли Грубо говоря То проще поставить Новый турбокомпрессор Производители Того же Бортварна Нежели Два или три раза Снимать Ставить турбину Отремонтированную И не получить результат Есть какие-то методики Профилактики Что мы можем Клиенту Которые 3.6 и 2.7 Как они могут защититься Ведь тут получается Что вот на этой горячей части Вот этот механизм Вот мы берем Если можно оператор Это снять Тут же ничего смазать нельзя Какие профилактики Это горячая часть турбины Я могу сказать Какие профилактики Всего-навсего Самая главная профилактика И такая рекомендация Первое Автомобиль должен ездить Он не должен стоять Где-то там В гараже Либо в углу дома Автомобиль должен ездить Хотя бы ежедневно Раз в два дня Автомобиль должен запускаться Нужно проехать Несколько там Не знаю Десятых километров Для того Чтобы все части Значит И механизмы Работали Соответственно Вот очень часто Из-за того Что машина стоит Как раз Это происходит Записание Что-то Это первый момент Второй момент Очень хорошо Для турбокомпрессора Это режим работы двигателя Какой режим работы Это трасса То есть это долгая езда Со скоростью Там более 100 км в час Для чего это надо Сгорает и выдувается Вся сажа Которая может где-то оставаться там При высоких температурах И постоянной скорости Она начинает Выгорать Соответственно Турбокомпрессор Как бы сам очищается Скажем так В городском цикле Сосиление Турбокомпрессор Нельзя То есть очень много Работа на полостом ходу Сажа И всевозможные Отложения Могут Турбокомпрессор Уредить И третий момент Это качественное топливо Потому что Сосиление иногда бывает Заправки У которых Топливо Не очень качественное То же самое Приводит К всевозможным Отложениям Ну и соответственно И потом Неправильная работа Турбокомпрессора И последний момент Который я хотел бы сказать Турбокомпрессор И вообще двигатели С турбокомпрессором Любят Чтобы Моторное масло Было бы А во первых Качественное Ну как минимум То которое рекомендует Завод производить А во вторых Более частая замена Вот лично от себя Могу порекомендовать На двигателях С турбонаддувом И пробегом Более 100 тысяч километров Менять масло Не в 12 тысяч километров По той 13 А хотя бы в 10 Это будет очень полезно И обязательно Продлится Услуга Это точно Абсолютно проверено Компрессор Замена масла Более часто Замена масла Почему? Потому что здесь Мы можем увидеть Как к нам подсоединяется Масляная система Вот это у нас Турбокомпрессор питается Вот это приемная Вот это подача масла Оператора Плюсня И нано-подшипники Скольжения Питается из масляной системы Двигателя Соответственно Здесь слив А вот это слив Так как деталь является Нагруженной Что по температуре Что по оборотам Соответственно Качество масла Которое находится В картере Очень много Далее Вот того Сколько оно там Проработано В общем Это все рекомендации Которые По длению срока Службы Турбокомпрессора Поехали Существует мнение Некое такое Не очень обоснованное По сроку Службы Турбокомпрессора Многие спрашивают А сколько он будет Служить Если я возьму машину То он Ну Говорят Струбин Есть мнение Что срок службы Это Где-то Сладываться 150 тысяч километров И однозначно Это будет заметно Я могу сказать точно Что это не так Если соблюдать Все рекомендации Которые я говорил ранее Про эксплуатацию Автомобилей У нас есть опыт Причем не на одном автомобиле И известно Как автомобиль Деплодируется Это тоже Дискавери-3 Мотор 2.7 И срок службы Турбины На данный момент 400 тысяч километров И претензий к ней Никаких На данный момент Нет до сих пор И он не менялся Это автомобиль Наш Из нашего гаража Мы говорим Это достоверно Вот этот автомобиль О котором я сейчас говорил Дискавери-3 2.7 С пробегом 400 тысяч километров Его особенность в том Что автомобиль Эксплуатируется Очень много В режиме трассы То есть Практически Не въезжает в город Не стоит в пробках А постоянно Эксплуатируется На трассе И посему Проблем с пробоком Компрессором Я думаю Частично Из-за этого И нет Субтитры подогнал «Симон»